Всем привет! Светлана Вежновец, инструктор Цигун. Сегодня мы с вами поговорим о понятии личная звезда. Что это такое? Ну, из даотских практик или из практик Цигун мы знаем немного, но и даже эти знания удивляют, скажем так. Считается, что если мастер при жизни у очень много накопил энергии, в момент смерти, когда его микрокосмос сливается с макрокосмосом, рождается новая звезда. Было такое или нет, мы не можем сейчас, конечно, проследить. Может быть, кто-то из мастеров умирал и тут же рождалась новая звезда. Нельзя же как-то взаимосвязь определить. Но понятие такое есть. Что же можно все-таки проверить на практике. Если вы проследуете по своему собственному центральному каналу, либо трансседентальному вверх-вверх-вверх, то выше нас будет двойник, еще выше нас будет наш дух. И дальше с замиранием сердца мы больше не исследуем. Но оказывается, выше духа есть некий барьер, и если вот его преодолеть, а в определенных практиках это можно сделать, то тогда центральный канал и трансседентальный продолжается выше. И вот выше, выше, выше нас будет звезда. Выходит, что мы свет звезды. В это очень трудно вериться, но если вы садитесь в красную линию и сидите достаточно долго, вы открываете красную линию все выше, выше, выше и выше, и ваш трансседентальный канал упирается в звезду. Это всегда так. Сколько людей не пробовало, все упирались в личную звезду. И получается, что звезда — это есть часть нашей структуры. В последующих практиках вы можете сразу же открывать трансседентальную линию вверх-вверх-вверх до личной звезды и вниз-вниз-вниз до середины земли, до центра земли. И тогда практика будет эффективна. Ваша звезда заряжается от земли, а земля заряжается от звезды, а вы — как своеобразный провод. Попробуйте, эта практика очень эффективна. И всем пока!